Вечерний лайв 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 Влах Допустим Гипотетически Вечерний лайв Вечерний лайв месте более чем странно мне знаете вообще кажется что самое оптимальное наверное было бы у нас в молдове я об этом говорю уже много лет просто запретить соцопросы серьезно нет ни на совсем и не в качестве карательные меры конечно же а до того моменты когда будет введено какая-то жесткая регламентация как они проводятся то есть вот пожалуйста у нас есть группа которая проводит соцопросы она состоит там из десяти человек вот их имена известны они занимаются этой темой там допустим 10 лет вот они обзванивают по принципу по телефону или они там встречают людей на улице с блокнотиками и записывают данные или 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 то есть вот что было все понятно этот соцопрос стоил столько-то в ходе него там то есть вот чтобы весь регламент был расписан да может быть в других странах это так не надо но в нашей стране где соцопрос это просто инструмент для манипуляции в ту или иную сторону я считаю это просто обязательно потому что ну и потом главное после выборов мы вспоминаем так вот было у нас там десять соцопросов из них девять ошиблись полностью десятый ошибся наполовину и зачем тогда мы опять потом верим каким-то другим последующим соцопрос много как минимум странное повторяя не против в принципе соцопросов но их я думаю в нашей стране нужно очень сильно зарегулировать чтобы все было честно и открыто и максимально прозрачно потому что иначе мы просто убьем этот институт социологических исследований и это будет очень печально как у нас уже убито понятие независимых сми потому что те кого мы называем те кто сами себя называют независимыми как по странному стечению обстоятельства они жесткие сторонники одно одного из политических течений а те которые их зависимые оппоненты они сторонники других и ну где тут независимые сми и так далее только а в тв независимые сми я сейчас говорю без всякого прикола потому что мы можем себе позволить мочить и тех и этих потому что мы зависим только от вас наши уважаемые зрители по поводу референдума новость сегодня пришла конституционный суд молдовы одобрил проведение референдума о евроинтеграции и внесения в конституцию республики соответствующего положения есть ли на референдуме который видимо пройдет 20 октября большинство выскажется за европейскую интеграцию нас конституции появится статья которая будет обозначать что молдова страна которая стремится в европейский союз и это есть как бы наше общее устремление граждан республики утвержденное с помощью всенародного референдума референдум пройдет в один день с очередными президентскими выборами как я уже сказал 20 октября президент мая санду приветствовал решение конституционного суда она сказала что кс решил референдум о вступлении в ес конституционен может пройти 20 октября и будет содержать вопрос вы за вступление республики молдовы в евросоюз далее она говорит нам нужно единство нам нужно участие каждой партии общественной организации гражданина чтобы вместе мы могли гарантировать мир и благополучие молдаванам объединившись ради европейской молдовы мы добьемся достижения нашей общей цели чтоб молдаване жили в мире достоинстве и свободе в сильной европейской стране написала моя санду я не буду спорить то что идея правильная я об этом говорил миллион раз и до референдума и задолго до того как санду стала президентом но у нас знаете вот на одной чаше весов правильная идея европейской интеграции которая для меня сегодня является одним из главных приоритетов реально которым к исполнению которого мы должны все стремиться это одна чаша весов но проблема в том что у этой идеи есть минус то что продвигают ее зачастую двоечники я не имею ввиду сейчас конкретно президента и но я имею ввиду что я вижу в информационном пространстве как эта идея продвигается она продвигается практически никак а с другой стороны на чаши весов у нас отлаженная четко работающая криминально-коррупционная машина шора и и же с ним работает как швейцарские часы механизм этих швейцарских часов смазывается безграничными финансовыми вливаниями из россии и конечно это все выглядит очень тревожно потому что знаете никакая хорошая идея которая в принципе абсолютному большинству наших граждан приятно понятно и приемлемо но она может не выдержать вот такой массированной атаки которая ведет россию через своих прокси у нас здесь внутри молдовы поэтому пока это все выглядит немножко вызывает тревогу насколько все-таки это будет реализовано и будет реализовано правильно еще один пока мы не перешли к политикам хочу про одну инициативу сказать которая у меня вызывает двоякое чувство я имею ввиду закон об отнятии гражданства сегодня в первом чтении был принят законопроект который должен позволить лишать гражданства молдовы тех против кого ввели санкции другие государства у нас мы знаем есть под санкциями люди которые под санкциями сша под санкциями европейского союза под санкциями канады и так далее почему двоякое чувство ну знаете меня немножко смущает если например будут лишать гражданства коренных жителей молдовы которые не имеют гражданство никакой другой страны ну разве это будет нормально вот этим людям куда деваться да ok и выглядите а ну они преступники но у нас же есть уголовный кодекс у нас есть тюрьмы у нас есть что делать с преступниками то есть посадите их посадите надолго посадите в самую суровую тюрьму но как мог лишить человека который 20 поколений живет в этой стране и то есть ну я считаю что это в этом есть мягко говоря какой-то элемент ненормальности да конечно если речь идет о людях которые они с двойным гражданством они работают в интересах другой страны и это доказано и ну вот мы знаем этих пророссийских деятелей которые ну тут наверное вот как допустим калинина решили лишили гражданство молдавской который он у него этот гражданство даже непонятно вообще зачем он ему было в итоге он гражданин россии он сегодня воюет за россию он призывает захватить молдову ну ну и нахрена ему нужно молдавское гражданство очевидно что самое наверное правильное было решение забрать у него гражданство вопросов нет все правильно но повторяю если с этим будет прошу прощения будет проходить процедура отзыва гражданства у тех кто кто отсюда и кто за молдову кто молдаване ну вот я не знаю у меня ощущение что это нет неправильно так не должно быть тюрьма для наших граждан есть тюрьма для тех которые вы работают против молдовы те которые нарвались на международные санкции если вы они имеют ввиду этот закон подготовили по тех кто сбежал таким по моему вообще пофиг заберете вы гражданство или нет может даже им легче станет потому что тогда уже как бы меньше вопросов с государством молдавским поэтому мне кажется эта история в ней что то есть противоестественное кстати напишите что вы по этому поводу думаете так андрей там образовался про европейский блок включая партию перемен что думаете поэтому мы сегодня это обсудим обязательно андрей браво по поводу грантов там 50 на 50 50 су под хвост 50 на карман политиком вы не считаете что запад просто коррумпирует наше варьё и республикан сша правы по поводу методов демократов ну отчасти мы может быть да понимаете на самом деле я понимаю почему так сложилось вот смотрите представьте себе психологию сидит допустим европейский чиновник у нас в молдове в каком-то посольстве либо там в каком-то грантовом подразделении и у него задача вот ему пришел миллион долларов надо их распределить на защиту демократии бла-бла-бла что ему делать а мало ли а вдруг придут какие-то мошенники вдруг они там не знаю что а вот есть люди которые там 30 лет сидят на грантах они там занимались то вопросами сельского хозяйства то телевидением то демократии то круглыми столами то соцопросами то никак и чтец и жнец на дуде и грец позовем к этого парня и приходит этот парень он абсолютно тупой и бездарный но он вот в этой системе ему дают грант он красиво пишет заявку офигенно просто эти заявки я их видел это прямо знаете такой там там такие обороты речи там так вот мы 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 получают грант и потом там через месяц или когда там заканчивается там через год он пишет отчет этот отчет реально великолепенно я тоже видел эти отчеты там такие сложные с эти вот как бы диаграммы графики вот мы добились такого-то результата вот у нас спад падения с ростом взлетом почему это выгодно этому чуваку в посольстве потому что он себя сложил всякую вину то есть если мы туда скажу же отчетом от молдове блин столько мы на них тратим миллионов а как-то ничего нет а вот вы посмотрите отчет сделали все что могли ну вот такой народ не получается с ними работать нормально но наши ребята постарались в разве можно не верить такому отчету и вот так эта вся система работает так еще парочка вопросов чтобы она за что продвигать в президенты он уже показал что ему наплевать на пенсионеров инвалидов малоимущих города кишинева отобрав у народа компенсацию на отопительный сезон я по-моему вы не продвигаю мы вообще никого не продвигаем на президенты то что его кто-то может продвигать ну думаю что сегодня его наверное никто не будет продвигать пока что потому что россии не совсем понятно наверное насколько он свой я думаю что ему даже самому пока не понятно насколько он вообще чей он с россией или с европой это еще на эти вопрос который ему сначала для себя надо будет дать ответ а потом уже нам всем тоже понять кто он продвигать его Вот как некоторые говорят, конспирологи, типа его будет Санду продвигать, ей-то зачем это нужно? Потому что если он сегодня в публичном пространстве себя позиционирует больше как проевропейский, именно поэтому он победил в Кишиневе, топил бы он опять так активно за Россию, как раньше, шансов бы у него не было стать мэром. Он первый раз победил на выборах, позиционируя себя как менеджер, далекий от политики, а второй раз как проевропейский политик. Поэтому он, если сможет забрать голоса у кого-то, то в первую очередь у самой Санду, ей это не нужно. Поэтому тут я пока не вижу, чтобы его кто-то продвигал, включая его самого. Это зависит от того, спрашивают, можно ли диаспоре нашей голосовать на референдуме, зависит от того, а нет, в принципе ничего не зависит. Вы можете голосовать, насколько я понял, что это будет на всех избирательных участках. Просто я хотел сказать, что если вы живете в Америке или в Канаде и, возможно, сейчас под вопросом еще несколько стран, может быть Германия, вы сможете голосовать по почте, то есть вам вообще будет легко. Вы просто там будет специальная форма, заполняете ее, отправляете по почте. Во всех остальных, насколько я понимаю, этот вопрос будет, это же вопрос для всех граждан Молдовы, почему кто-то из диаспоры не может голосовать. Я так понимаю, что будете голосовать. Но я думаю, что вот сейчас они ждали, я имею в виду пассаж, ждали ответ Конституционного суда. Вот он пришел сегодня. То есть я думаю, что возможно на этой неделе они уже окончательно проголосуют, назначат дату точно референдума, то есть назначат процедуру, то есть как это все. И я надеюсь, что им хватит понимания разъяснить подробно для граждан все, что с этим связано. Потому что как-то, ну вот с этим у них не всегда получается, но надеюсь, что в этот раз получится. Так, едем дальше. Шорн. Он же там в Москве по-прежнему и бегает по российским телеканалам, рассказывает там о том, какие ужасы в Молдове творятся. И вот он побывал на НТВ в программе «Своя правда» и говорит, рассказал о ситуации в Молдове. Говорит, одна из тем, это зависимость Молдовы от Европы, которая, внимание, знаете, что Европа сделала с нами? Выкачала у нас полтора миллиона дееспособных граждан. Они уехали из страны. При этом Запад ничего не вкладывал в нашу социальную сферу, не занимался инфраструктурой. То есть вот дороги, которые нам построили, ну вот кто в Молдове живет, в отличие от Шора, они знают, что у нас много дорог, даже с табличками. Дороги построены на деньги Европейского Союза, дорога построена на деньги американских налогоплательщиков, дорога построена при поддержке такой-то страны. Но нет, Шор говорит, ничего они не вкладывали нам в инфраструктуру и, говорит, были только подачки на пропаганду. Ну да, печально, Шор становится цирдей, то есть миллион пятьсот тысяч выкачал Запад людей, полтора миллиона. А сколько вообще нас было тогда? Потому что полтора миллиона выкачал Запад, миллион, Россия и, то есть, кто-то остался вообще. Ну я вижу, Кишинев забит, протолкнуться нельзя. Сколько людей и машин. То есть, похоже, что мы так быстро расплодились, что даже вот те несколько миллионов, которых из нас выкачали, мы не заметили. И, кстати, мне вот интересно другой вопрос. Он говорит, что это вот Запад выкачал полтора миллиона людей, самых дееспособных, и когда говорят про выборы, которые вот сейчас будут, они говорят, типа, дайте побольше голосовать в российской диаспоре, потому что туда уехало миллион наших человек. А этот миллион Россия не выкачала? Они его высосали? Или что случилось? Или он имел в виду, что типа, ладно, тех не жалко в России, потому что на Запад уехали самые дееспособные, а в Россию уехали уже все остальные, как бы, ну и хрен с ними. Так я понимаю, Шор имел в виду. Когда вот, знаете, хочется чего-то им соврать, но не продумывают до конца последствия, они как бы так вот, а, прокатят. С лохами можно и так, видимо, считают они. Потом, говорит, обнищание народа не единственное преступление пасовцев, подавление демократии, переименование языка и попытка уйти от нейтрального статуса, это то, чем занимается Санду и Пас, говорит Шор. Это сюр просто какой-то, понимаете, человек в России, в России, в Российской Федерации на телевидении, он стоит и жалуется, что в Молдове подавляют демократию, понимаете? То есть в России, где само слово демократия, это ругательство, это не шутка, они реально демократ, дермократ. Вот он в телевизоре сидит и рассказывает, что у нас тут демократию подавляют. Ну, про нейтральный стратус это он в точку попал, потому что, в болевую точку, в российскую. В России очень не любят, когда кто-то из соседних стран имеет защиту, защиту НАТО. Это их страшно бесит, и поэтому тут они готовы слушать внимательно, прямо с блокнотиком. Да-да-да, Илон Миронович, продолжайте, что-что-что. Вот, да, плохо-плохо Санду борется против нейтрального статуса, как же можно? Говорите-говорите, что нужно сделать, чтобы Молдова стала более беззащитной и слабой, когда мы придем? Мы вам поможем, все сделаем. Да, еще переходим к следующему персонажу, но тоже из когорты Шора. Давайте парочку вопросов, чтобы не накапливались. А если завтра придут к власти социалисты пророссийские, будут вносить санкции от России, Эритрии, Венесуэлы и так далее, дальше что будет с остальными европейцами? Я не знаю, что будет. Я думаю, что если к власти придут социалисты пророссийские и прочие, я, скорее всего, просто уеду из этой страны, потому что это будет Приднестровье. Одно, большое, от прута до украинской границы, и жить в этой стране не будет никакого смысла, здесь ничего не будет, здесь будет просто одно Приднестровье. Забитое, нищее, бесперспективное, непризнанное. Потому что второй раз уже Россия нас не выпустит из своих лап, уже если они сюда зацепятся, то уже все. Андрей, вы не думаете, что Шорик осел в РФ надолго, так как Израиль начал менять отношения к РФ и ее шестеркам в свете последних событий? Так я это говорил, если вы, вы же наш постоянный зритель, если вы помните, я говорил об этом еще осенью, полгода назад, даже больше полгода назад, о том, что у меня были данные, что в Израиле будут меняться отношения, и что Шора рано или поздно выдадут Молдове, несмотря ни на что. И он тоже понимает все эти вещи, и, конечно, поэтому он решил оттуда свалить. Да, может быть, он какими-то наскоками еще поездит в Израиль, но уже там жить постоянно, как он жил, уже вряд ли это у него получится. Тем более, что там, понимаете, вот сейчас эта их ситуация с войной, она как бы отсрочила. Если бы не было, во-первых, событий в Газе, потом вот сейчас событий с Ираном, то Нетаньяху он мега непопулярный. То есть он у них уже как бы, то есть его осенью уже хотели отправлять в отставку. Помните, там летом еще прошлым были большие протесты там по поводу судов. То есть там очень сложная была политическая ситуация. Конфликт в Газе ему помог удержаться, хотя еще больше при этом увеличил его антирейтинг. Но он как бы не мог уйти, дескать, ну война же, как я уйду во время войны. Ну и сейчас вот эта позиция с Ираном тоже как бы дает ему еще посидеть какое-то время в кресле премьера. Но это вопрос, я думаю, короткого времени. Да, ну мы отвлеклись от наших молдавских дел более, более, более депутат от оппозиции. Он обратился в Конституционный суд Молдовы с просьбой проверить конституционность решения о приостановке лицензии Пятого канала. Говорит, мы видим, как на протяжении последних лет власти пытаются закрыть рты всем несогласным и всем, кто мыслит иначе, чем они. Были закрыты телеканалы, мы хотим, чтобы КС рассмотрел этот вопрос, потому что считаем, что это решение было незаконным, сказал Василий Боля. Ну, что я могу по этому поводу сказать? Мы вошли, знаете, в такой период исторический, когда уже не всегда есть понятно, что правильно, что неправильно. Да, по каким-то базовым параметрам понятно, что правильно, что неправильно. Но вот, допустим, случай с закрытиями СМИ. Это правильно или неправильно? С одной стороны, конечно, если вы зададите любому иностранцу, какому-нибудь американцу, неважно, политику или простому человеку, что ты думаешь про закрытие СМИ, скорее всего, он скажет, что это нехорошо, это свобода слова, свобода воли изъявлений и так далее. То есть, закрытие СМИ – это опасная тенденция. Но с другой стороны, мы с вами много раз говорили о том, что никакие коммерческие частные СМИ не могут конкурировать с бездонным кульком российских денег, которые проливаются на пророссийские СМИ. И если бы вот эти все СМИ не закрывали, то они бы продолжали плодиться и продолжили, в итоге, полностью бы закрыли информационное пространство Молдовы, выдавив все другие мнения. Поэтому, то есть, при этой ситуации, через пару лет мы забыли бы не то, что про евроинтеграцию, то есть, вообще бы нам, Роспропаганда, ну, не нам, а, скажем так, многим людям в нашей стране, внушила бы, что надо любить Сталина, Путина, Молдавскую СССР и так далее. И поэтому, да, но есть у этой проблемы еще третья сторона, о ней вообще никто практически не говорит, но это тоже очень опасная штука. Я не имею в виду правильную борьбу с российской пропагандой и не имею в виду свободу слова. Есть третья сторона медали, если позволите так выразиться. Это закрытие, вот массовое закрытие каналов полностью перевернулось ног на голову рекламный рынок, потому что у нас, ну, во-первых, начнем с того, что у нас рекламные агентства так сложилось, почти все были под олигархами. Сейчас я не знаю, если у нас есть какие-то независимые рекламные агентства, но в итоге получилось так, каналы закрыты, агентства под олигархами и рекламодателям не к кому идти. Они не понимают, там громадный бюджет, они не могут их засунуть все в два провластных телеканала, то есть рекламодатели в растерянности, куда тратить бюджеты. У них были раньше расписаны эти медиапланы, там 10 телеканалов, там туда-сюда эти деньги. Плюс у нас другая проблема, у нас в бизнесе очень много предприятий, у которых есть деньги на рекламу и которым нуждаются в рекламе, там люди 60 плюс по возрасту, они не понимают, что такое реклама в интернете. Они привыкли, вот в телевизоре я сижу вечером, смотрю там какой-то дебильный сериал, я вижу свою рекламу, я доволен. В интернете, где в интернете? Интернет большой, они этого не понимают. Ютуб пока не принял решение по монетизации. В итоге получилось, что страдают и рекламодатели, они не знают, куда вкладывать свои бюджеты, и страдаем такие каналы, как мы, которые не связаны ни с какими политиками и не связаны, то есть мы зависим только от вас и от ваших донатов. Кстати, там под видео есть ссылочка, как можно сделать нам донаты. Поэтому эта ситуация на самом деле очень драматична. Да, я верю в то, что рынок, будучи достаточно живым механизмом, он сам себя как бы приведет в порядок через какое-то время. Но это время займет, мы не знаем, сколько может быть лет даже. После этого в итоге, да, все равно, если есть рекламный бюджет, он, знаете, это как вода, он найдет, куда влиться. И понятно, что выживут те телеканалы, которые уходят больше в интернет, а в интернете выживают те, кто дает качественный продукт. Потому что, опять-таки, у нас такой, почему сейчас происходит перекос? Потому что есть очень много никчемных людей, которые, они есть сейчас в интернете за счет грантов. То есть если у них вытащить этот грант, то все, их там нет, потому что у них нет ни просмотров, и ничего. Но, и они не смогут заработать, когда в интернет придет реклама. Но когда этот произойдет момент, когда туда придет реклама, мы не знаем. Поэтому вот это как бы момент, о котором никто почему-то не думал, когда закрывали эти каналы. Что делать этим? А ведь это деньги в бюджет Молдовы. Я имею в виду про большие западные бренды, которые у нас рекламировались, там, стиральные порошки, кофе, шоколадки, женская гигиена и так далее. То есть это большие деньги, большие бюджеты. Я работал в рекламном бизнесе с конца 90-х годов. Даже тогда это были большие деньги. Поэтому вот так как-то не подумали об этом. В итоге и страна потеряла деньги. И, в общем-то, не приобрели те СМИ, которые остались. Да, переходим дальше. Поговорим немножко с вами про социалистов. Но сначала еще один, два вопросика. Андрей, как вы считаете, почему у Украины свой язык есть, а у молдаван нет? Так как он румынский. А почему вы считаете, вот, например, что американцы хуже, чем молдаване? У американцев нет своего языка. У них английский язык из Великобритании. Почему у австрийцев нет своего языка? Они говорят на немецком языке. И так очень много. Почему у 20, по-моему, 4 стран, где живут арабы, у них общий арабский язык? Они египетский, там, тунисский, марокканский, сирийский и так далее. Что в этом не так? Что в этом плохого? Я вообще не вижу в этом никакой проблемы. Почему обязательно каждый народ должен иметь язык по своему названию? Ну, американцы, наверное, знаете, не самый, как бы, маленький и слабый народ в мире. И уважаемый народ. Но у них нет своего языка, нет американского языка. И что-то они как-то не плачут. И в Латинской Америке, в странах тоже нет ни бразильского языка, ни боливийского и не так далее. Поэтому эта проблема, она выдуманная полностью. Андрей, а может быть, Шор насчет инфраструктур перепутал Запад с Россией? Ведь Россия никогда не выделяла деньги на инфраструктуры, а на пропаганду и на карман властей. Они впереди планеты всей. А это, кстати, у них очень обычная тактика. Ведь они же постоянно говорят о том, что... Там буквально коллега мой, Сергей, показывал сегодня в видео отрывок, где они говорят, что мы должны остановить наступление этой орды. Русские говорят про то, что на них наступает какая-то орда. То есть, ну, это же про них говорит весь мир, что они орда, которые наступают на Украину. Но их вообще-то не волнует. Они берут слова про себя, переворачивают их и выдают. То есть, они даже не могут придумать свой какой-то ответный тезис. Поэтому Шор просто взял то, что говорят про Россию, взял, переначал и забросил, как про Запад. Катят, там на их каналах обожают такую. Вот если вас зовут выступать на российский канал, поищите в украинских СМИ, что пишут про Россию. Поменяйте слово Россия на Украину и все. Вы чемпион на российском канале. Да, давайте немножко поговорим и про социалистов. У наших этих статалистов, государственников, очень жестко подгорело от того, какие вопросы задал украинский депутат Гончаренко в ПАСЭ нашему главе МИДа Попшою. И вот они сегодня выкатили заявление. В этом заявлении сказано, что социалисты потребовали реакции президента Молдовы и Медеи на безответственные заявления украинского депутата Гончаренко. Партия социалистов заявила, что глубоко возмущена высказанным депутатом Украинской Верховной Рады Алексея Гончаренко на сессии ПАСЭ. Гончаренко обратился к властям Молдовы с провокационным предложением о решении преднестровских проблем всеми средствами, включая военные. Это заявление, говорят социалисты, грубое вмешательство во внутренние дела Республики Молдова. Попытка дестабилизировать ситуацию в зоне преднестровского конфликта и принести войну на нашу землю. Гончаренко социалисты назвали провокатором и потребовали от президента Молдовы и Медеи жесткой реакции с вызовом посла Украины в Кишневе. Во-первых, социалисты врут, потому что... Ну, цердят по-народному, если говорить. Потому что Гончаренко ничего не предлагал. Он задавал вопросы. Он задал вопрос, потому что не пора ли решить преднестровский вопрос любыми способами. И там второй у него был... А, по поводу НАТО. Типа не пора ли Молдовы стремиться в НАТО, чтобы защититься от агрессии России. Второй момент. Социалисты хотят через вот это вот заявление, которое они сегодня выкатили, выслужиться перед своими московскими шефами и показать, что вот смотрите, как мы стараемся испортить отношения между Молдовой и Украиной. Даже вот требуем жестких реакций. Требуем посла вызвать, чуть ли не высечь его на площади. Ну и самое удивительное, это третье, то что... Вообще никого не смущает, что государственники, которые типа за Молдову, они не упускают случая, чтобы вступиться за сепаратистский режим, который захватил часть территории нашей страны. Прямо вот переживают они, как там на том берегу. Нормально ли держится террасмольский режим? Ничто ли ему не угрожает? Статалисты и молдавские не допустят? Ни в коем случае. Так, видимо, им завещал Штефан Челмари во сне. Пришел и сказал, делайте так, чтобы оккупанты никогда не пострадали на вашей земле. Такие вот у нас интересные статалисты. Так, про Усатого пару слов я имею вам сказать. Ренат Усатый продолжает свою борьбу с тарифами. Я, честно говоря, не разделяю эту борьбу за понижение тарифов и не разделяю с точки зрения политтехнологии. Я сейчас не говорю про гражданскую позицию. С точки зрения политтехнологии, это как бы, знаете, оно ни туда, ни сюда, потому что хочешь быстро набрать популярность, выходи топи за Евросоюз, выходи топи за Россию. Как бы вот у нас эти темы в обществе расходятся. Он выходит, рассказывает нам что-то там тарифы понизить, там газ дешевый, электроэнергию дешевую. Ну, он говорит, что тарифы на электроэнергию должны быть снижены как можно скорее, потому что, по его словам, на рынке ЕС скопился большой объем электроэнергии. Там сейчас действительно произошло в силу, видимо, не знаю, больше было ветра, больше ветряки вырабатывали, больше солнца. Короче, у них избыток. И дошел до того, что рекорд зарегистрирован в Голландии, где отрицательная цена. Ну, это вот как, помните, я вам рассказывал еще год назад, когда был избыток нефти, и некоторые компании, для того, чтобы не замораживать скважину, потому что это очень дорого потом разморозить, они отдавали нефть, доплачивая. То есть кораблю, вот на тебе, загружайся, мы тебе еще заплатим, только забери нефть, нам нужно освободить хранилище. Вот он говорит, сейчас в Европе такая же ситуация, что отрицательная цена в Голландии 240 евро за мегаватт-час, а в Германии 150-160 евро. То есть они платят, чтобы ты забрал у них электроэнергию, потому что они не могут, как бы, у них переизбыток, ее надо куда-то переправить, чтобы не перегрузить систему, не перегрузить сеть. И он говорит, что это означает, что европейские производители не просто отдают электроэнергию бесплатно, но и платят за то, чтобы вы ее приняли, потому что выработка слишком большая, а излишки перекрывают систему. Он говорит, что Энергоком не должен отказаться от электроэнергии с Курчерганской ГЭС, но ведь им ничего не мешает брать и у европейцев, и смешивать с Курчерганской, чтобы понижать общую цену для граждан. Ну, тут, во-первых, есть вопрос, насколько это реально логистически привести к нам голландскую или немецкую энергию. Я не знаю, я в этом не разбираюсь, я далек от энергетики. Но, с другой стороны, знаете, вот я думаю, что на фоне того, что мы обсуждали до сих пор, давайте лучше мы будем обсуждать, реально привезти нам электроэнергию или нереально, чем вот обсуждать, после заявления Шоров нас будут бомбить кинжалами или этими там, что у них там есть еще какие, тополь М. Потому что вот все-таки разговор про привезти дешевую электроэнергию, мне как-то он больше нравится. Вот лучше бы уже они занимались такими вещами. Поэтому здесь как бы да, окей, скажем так, принимается. Еще про вот то, что вы спрашивали меня про четыре партии. Лог, партия это локальных примаров, платформа Да, Куб и партия перемен Глигора встретились с послом США в пятницу, если я не ошибаюсь, произошло. По крайней мере, на страничке посольцев появилась фотография с ними. И почти сразу после этого объявили, что на следующий день, так я понимаю, четыре партии, вот эти Лог, ППДА, Куб и партия Лоскинбери о том, что они создают политический блок под названием «Эмприуна» вместе. Но более того, как бы ладно, было понятно, что у них блок, уже об этом с осени разговоры идут о том, что четыре партии будут вместе, и вот они так и назвались вместе. Но здесь произошла гораздо более важная штука, то, что они подписали пакт, пакт для Европы. Это стратегический документ, аналог известного пакта Снагова. Этот пакт предполагает, что все проевропейские силы должны взять на себя публичное обязательство способствовать европейской интеграции как национальной стратегической цели Республики Молдова. Идея мега интересная. Я, честно говоря, сомневаюсь, что власть подпишет. Не знаю, потому что, конечно, это было бы очень хорошо, вообще отлично. Но просто, конечно, вопрос в том, что это же не их инициатива, это инициатива других четырех партий, поэтому тут как бы захотят, не захотят. Но было бы, конечно, хорошо, чтобы захотели. И вообще, чтобы все остальные партии, которые себя позиционируют как проевропейцы, подписали. Это, знаете, это станет таким тестом, вот как было лет пять назад тестом за Европу или за Россию, чей Крым. Вот, пожалуйста, тебе бумага, официальный документ, подпиши его, и к тебе больше... То есть, условно говоря, если Чабан подпишет это, я думаю, к нему многие вопросы отпадут. И не знаю, что я, например, лично ему после этого буду верить, сомнения останутся. Но, по крайней мере, уже хотя бы частично он себя как бы загарантирует как сторонника Европы. И касается всех остальных. Да, понятно, что начнутся эти вот, знаете, всякое, как у нас обычно... Вот есть у нас проблема ревности между политиками. Что это не моя идея, у меня идея лучше. Надо было называть этот пакт не там за Европу, а два раза за Европу. Или как-то еще так. То есть, чтобы это была их идея. Вот это может стать реальной проблемой. Даже те, которые как бы и не против его подписать. И нет у них проблем с евроинтеграцией. А почему это мы подпишем то, что придумали другие? Вот у нас об этом часто разбиваются очень многие хорошие инициативы. Но я вообще считаю, что у нас должно быть, для того, чтобы преодолеть вот эту мелкую зависть друг к другу политиков, должно быть очень широкое проевропейское движение за Европейский Союз. Широкое за грани политиков. То есть, это должны быть и политики, все, которые за Европейский Союз, но и также лидеры общественного мнения, ученые, какие-то, может быть, просто гражданские активисты. Короче, все, кто имеет хоть какой-то голос, должны этот голос высказать публично. И, может быть, тоже подписать какой-то пакт, который более широкий. Вот мы все вместе продвигаем Молдову в Европейский Союз. И вместе агитировать. И тогда, представляете, какой это будет эффект, какой будет голос, если там 20 партий, плюс несколько сотен, а то и тысяч людей, которые у каждого есть какая-то своя аудитория. То есть, ну вот у нас там наша аудитория, там у другого там другая аудитория. Вот мы все агитируем за Европейский Союз. То есть, конечно, это будет эффект. Ну, да, все-таки я не знаю, насколько это реально. И вообще есть опасность, что вот эти, о которых я сегодня говорил вначале, вот эти грантаеды и прочие товарищи, они же как бы, ну, это же сегодня их монополия. Они же только вот как бы там где-то вокруг власти крутятся, и все идеи их, все, они решают, что правильно, что неправильно, кто правильные СМИ, а кто неправильные СМИ. И вот они начнут уже, а что, кто эти люди, а что, что. Этот профессор из университета, а где он был во время Плохотника? Работал в университете? Нет, он нам не подходит, он должен был быть безработным. И вот я боюсь, что начнется вот такая вот дичь, и к этому как бы уже есть некоторые предпосылки, что именно так оно все и будет. Но тогда это будет, конечно, очень печально. В первую очередь, конечно, для них самих, потому что для них это будет означать, что, то есть, это последний цикл, при котором они при власти. Но, как бы, и хрен с ними, но страна. Страна. Вот за страну будет, конечно, очень-очень больно и опасно. Еще имею вам пару слов сказать по поводу Иона Чабана. Давайте еще вопросик. Сейчас. Что-то у меня телефон не узнает через микрофон. Гончаренко правильные вопросы задал. Почему эти вопросы задают украинские политики в наших, а наши в рот воды набрали? Подписываюсь под вашим вопросом. У меня нет ответа. У меня, знаете, у меня все меньше ответов, когда вы мне спрашиваете про действия наших политиков местных. Да, так вот, по поводу Иона Чабана. Он сказал, что у него на днях состоялась встреча с заместителем мэра города Кривой Рог, это украинский город, Евгений Удот, и местные советники Михаил Ахендовский и Александр Котляр. Он говорит, мы обсудили двухстороннее сотрудничество и решение проектов, которые мы можем реализовать вместе. Мы договорились о дальнейшем плане работы и подписании соглашения о сотрудничестве между нашими городами. Ну, мне понятно, что с политической точки зрения Ион Чабан хочет через Украину закрепить себя как центрист. Ну, Украина же не станет разговаривать с каким-то пророссийским, это сейчас невозможно в Украине. Вот встречаются с украинским мэром, значит, правильный, значит, да. Ну, знаете, пусть встретятся с кем-то из Киева, я хочу вот посмотреть, тогда, может быть, я в что-то поверю. Пока встречаются с мэрами, знаете, региональные мэры, им как бы до молдавской политики так далеко. Приезжает к ним чувак из Кишнева, говорит, я мэр Кишнева, вот там, хотим обменяться опытом. Он говорит, давайте, Молдова, дружная страна, давайте обменяемся. Они же знают, кто он, что он, как он. Поэтому пусть вот встретятся там хотя бы с Кличко, или я уже не говорю там с кем-то из администрации президента или из Верховной Рады. Тогда и поговорим, как говорится. Ну, нет, а с точки зрения сотрудничества между городами, огонь, почему нет, очень прекрасно. Может, они ему расскажут заодно, как переходы делать так, чтобы плитка через месяц не обваливалась, или как мост починить так быстрее, чем за четыре года. Маленький мостик, который у нас там между Руманоли. Да, и еще одну тему, которую я кратко хочу затронуть, по поводу переписи населения. Вот интересная история происходит, знаете, вот вы видели, наверное, в соцсетях, сейчас очень много людей агитируют за то, чтобы при переписи человек указал свою национальность как румын. Ну, в основном это унионисты, дескать, ребята, давайте укажем все, что мы румыны, и покажем, что нас много. И, как обычно, как и в случае с названиями языка, то есть все-таки язык молдавский или румынский, полыхнуло больше всех у тех, кто его не знает, то есть у наших пророссийских граждан. Так и сейчас, то есть люди, которые не имеют отношения к молдавской и румынской крови, они больше всех переживают, кем они себя называют, почему они румыны. То есть вот заявление, например, появилось сегодня, назойливая и агрессивная агитация против молдаван, против молдавской идентичности и против Молдовы. Это представитель гражданского конгресса Михаил Полянский. Он так прокомментировал вот эту вот информацию про то, что давайте будем румынами. Он говорит, во время переписи населения из всех щелей повылазили коллаборанты, снимают ролики, выпускают листовки, делают публичные заявления, переживает Полянский. Коллаборанты, понимаете, почти фашисты, вот оно как. Так, недовольны, понимаете, вот эти Полянские, Ивановны, Петровичи и иже с ними, кем себя считают коренные жители Молдовы. Как кто-то себя вообще смеет считать румыном, когда уже даже Маша Захарова сказала, что нет, вы не румыны. То есть уже после слов Маши Захаровой, пресс-алкаше российского МИДа, разве можно себя считать кем-то неправильным? Чудные дела творятся в Молдове, реально просто. Иногда смотришь и думаешь, ну как это, блин, ну как, почему так? Не знаю, нет у меня ответа на эти вопросы, почему так. Я могу как бы комментировать тактически, но стратегически, почему так происходит, я сам не понимаю. Так, все, друзья, мы заканчиваем. Сегодня 50 минут в эфире. И завтра у меня будет выходной, потому что завтра мы будем делать пробы моей новой программы, то есть будем в студии тут все это вот пытаться сделать для вас, и еще одной программы у нас будет с новым ведущим. Поэтому завтра меня не будет, но мои коллеги будут, будет Terrarium, будет Nota Bene, то есть две программы для вас мы выпустим в эфир, а я тут пока все подготовлю, и уже на следующей неделе мы запустим новые проекты. Один мой и один еще с полюбившейся вам коллегой, ну увидите, пока не буду раньше времени говорить. Ну и послезавтра уже, как обычно, в 8 часов увидимся. Всего вам доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok